Всем привет, ребят, с вами Blacks Infinity, и сегодня мы будем смотреть вторую серию Беглецов. Да, вы не поверите, но серия вышла на следующий день. Это сложно объяснить, но это так. Погнали! Да, и со мной тоже. Только ты не замечаешь. Я так понимаю, что эта серия будет экспозицией родителей. То есть, предыдущая серия была экспозицией детей, это родителей. Ну, не знаю. Довольно интересный ход, но серия какие-то больно дуги. Не знаю, короче, ты можешь был сделать по-другому, мне кажется. Но не мне судить. О! Посоха... Посох? Как он назывался, блин? Одного? Магия. Чисто Си-Джи-Ай! Хуя себе! Хуяндук себе! Очень по-взрослому. Жёстко. Жёстко. Интересно, что у неё в посохе белая магия, а не оранжевая, как у Стрэнджа. Гадаешь, какой? Горица. Да. Ринга. Это чё, музон из трейлера Пантеры? Хуя себе! Неплохо. Бля, да, это жёстко, ребят. Да, это жёстко, реально. И под него приехали реальные ниггеры. Если я не ошибаюсь, там живёт твоя бабуля. Она лучше всех готовит острую курицу. Было время кайфу, я только её и ел. Кайф, кайф. Запугивает. Так будешь меня доставать. Запугивает. Жёстко. А бабуля останется только рецепт курицы. Загрузилась. Чё они сделали? Отлично. Многоходовочка какая-то была. Чё-то спиздили. Хм. Гангстеры не дремлют. Я так понимаю, у Прайда будет не один злодей в лица детей. Но ещё, видите, вводят каких-то. Типов. Чтоб потом соединились сюжетные ветки, я так понимаю. Ну, я предполагаю пока. Ну, не знаю я. Сколько времени прошло? 30 минут, guys. Просто. Ну, их как-то раскрыли. Я не знаю как. Но сейчас показываю то, что мы уже видели с ближнего плана. Пожалуйста. С ближнего плана. Поэтому, ну... Ну, особо ничего нового не показали. Блин, серьёзно. Они разделили одну серию просто на две. Сделав... Блин, по 50 минут. Это... Такой бред, если честно. На этот момент в комиксе было уделено просто вот... Максимально короткое время. И оно было максимально быстро раскрыто. И правильно раскрыто. А здесь что-то... Жесть. Здесь что-то жесть. Что-то... Бля, не сработало, да? Ну, уже, видите, большое расхождение с каноном. Она выжила. Пожалуйста. Отпустите. Вот это... Вот это... Вот это уже странно. Вот это уже странно. Я не знаю, что они с сюжетом захотели там наделать. Как здорово, да? Причём на следующей неделе. Точно. Хотя про канон, наверное, уже надо перестать попиздеть. Если честно. По трейлерам создалось впечатление, что... Но только визуально. Канонично, конечно, выглядит. А так... Покромсали тоже. Поэтому давайте будем воспринимать как оригинальную историю. Это что, Сноук 2.0, что ли? Чисто дед. Сноук 2.0. А это что, дебил, блядь, там делает? Куда он рвётся? Куда нельзя. Вон, привет. Ну, Алекс, если честно, в этой серии показал, что он гений. Ну, как гений? Не совсем гений, но он придумал какой-то план, как обмануться. Вёл себя как стратег, в общем. Посмотрим, как они будут развивать образы дальше. Но лично меня, как бы, экспозиция такая, ёбнутая... Сообщение прочитано. Не совсем устраивает. Знаете, почему? Потому что они тупо разделили экспозицию на две части зачем-то. И очень жёстко и растянули. Вот эта часть 30 минут ни о чём было. Серьёзно, 30 минут ни о чём. Они могли эти 30 минут сделать в 10 минут предыдущей серии, а там убрать ещё 20 минут и добавить 20 минут из конца. И была бы серия на час одна, одна большая зато. Зато интересная и не скучная. Они сделали какую-то дичь, если честно, непонятно. 50 плюс 50, и это у них получается час 40 и 40 минут, но чисто лишних, вот как по мне. Ненужные планы, ракурсы, ненужные диалоги, увеличенные диалоги. Не знаю, я сейчас просто рассказываю уже то, что буду рассказывать в пост-реакции, а в пост-реакции мне уже нечего будет рассказывать по всему. Извините. Палево. Палево, тупо палево. Старший Уайлдер тоже тоже гений. Так же, как и сын в этом их способности. На самом деле их способность в комиксах другая. Но и не будет вроде как. Здесь, это актёр сказал, который играет Аликса. Не знаю. Короче, Клифф Хенгер. Я не знаю, что поставить этой серии. Просто ну похуй. Вообще поебать. Ну что ж, ребят, я посмотрел новую серию беглецов. Я не знаю, что поставить в данной серии. Реально. Она логичная. В ней нет тупых, бредовых моментов. И она развивает как бы сюжет, но всего лишь первые 20 минут. Ой, последние 20 минут, и то не сильно, бля. Блядь, я не знаю. Две серии на экспозицию. Зачем? Вот кто до этого, блядь, додумался? Зачем вот так жёстко растягивать? Вот просто я сижу и просто вижу, как вот эта сцена растянута до безобразия. Вот это растянута. Вот это вообще ненужная сцена. Просто 30 минут на родителей. 30 минут уделили. Вот пиздец. Вот зачем? Когда можно это было... Вот эти две серии можно спокойно было пихнуть в одну. Которая была бы на восьмёрку. На семёрку, может, тоже. Ну а так, эта серия... Вот что мы в этой серии узнали? Характеры родаков, но мы с ними и так уже как бы с характерами ихними близко, ну немножко. Познакомились через призму первой серии. По сути, я думал, что характер родаков будут раскрывать через призму детей, как и должно было быть. Но они зачем-то уделили родакам отдельное внимание. Вот это мне непонятно. Мы должны были про родаков узнавать через детей и их расследование. Но вместо этого решили сделать по-другому. Мне это не сечёт. Видимо, сценаристы не смогли продумать сюжетную детективную канву. И таким образом раскрыть характер не путём через кого-то, а решили раскрывать просто прямолинейно. И это выглядит очень скучно. Это не выглядит тупо, не выглядит глупо, нелепо, чтобы бомбил. Но это просто скучно, это никак. Если раскрывать так, то запихивать всё в одну серию надо было. А не растягивать это до вот такого вот сумасбродного состояния. Потому что по итогу, ну мы как бы вот видели Прайд предыдущей серии. Мы уже всё из предыдущей серии нам получена была информация. Всё было получено. И в новой серии мы узнаём только одну информацию. Дети, детей, дети вернулись по домам. И всё как бы. И вот этот Алекс, этот старший Уайлдер узнал, что они всё-таки были в его комнате. И что-то мысли нагнались уже у него совпадение. Вот это он нашёл заколку. Молли, наверное, да? Молли, наверное. Ну а ща ещё такая заколка может быть. И в общем, вот как-то так. И всё, больше эта серия нам ничего не дарит. Как бы ещё там линия с этим, с мужем Дины, миссис Дин. Непонятно к чему. Какой-то дед, которого не было. Тоже непонятно, что с ним будет. Это что ли батя её или что-то там ещё. В общем, это лишь как и дают затравку. Но никаких объяснений здесь, собственно говоря, нет. И не будет, наверное. Только как затравочка. И типа... Блин, не знаю. На это столько времени тратится. Ну такое. Серьёзно, не понимаю. Вот зачем? Вот я не понимаю. Зачем вот так было делать? Короче... Короче, бред. Я не знаю, что поставить серии. Для шестёрки? Ну тут... Тут ничего не показали. Вот реально, ничего не показали. Просто Родаков пытались раскрыть. Но и как бы в предыдущей серии раскрыли вроде бы как. Немножко. И просто уделили им время зачем-то. Вот не понимаю. Я пять, наверное, въеблю. Потому что, ну просто... Ну я ничего не получил из этой серии. Никакой информации нужной. По продвижению сюжета. Никаких-то динамичных, напряжённых сцен. Здесь ничего такого не было. Интересных сцен. Красивых сцен. Здесь были статичные диалоги. Статичные сцены. Статичное повествование. И всё. Всё логично. Всё вроде... Постановка дорогая. Выглядит всё неплохо. Ну просто ни о чём. Просто поставили что-то красиво. Но, ну как бы ничего нету. Вот. А плод, как бы фундамент есть какой-то. А дальше ничего нету. И то есть, не знаю. Ну посмотрим, что будет дальше. Посмотрим. Пока чё-то слабо. Если честно. Поэтому... Так вот. Может быть моё мнение будет отличаться с вашим. Не знаю. Но как по мне, чё-то пока не вытягивают. До комикса. Я думал, будет иначе. Но... Как обычно, мои ожидания заруинились. Руинились. Буду верить в лучшее. Но пока чё-то... Чё-то не... Вот так вот как-то. Всё. С вами был Black's Infinity. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Оставляйте свои комментарии. И ждите следующих роликов. Следующих реакций. И так далее. И тому подобное. Когда будут смотреть следующую серию Беглецов. Опять же, понятия не имею. Беглецы не имеют графика. И будут выходить, когда я могу. Снимать. Ну а скоро всё сериал уйдут на перерыв. Поэтому мы быстренько с ним закончим. Всё. Всем до сих пор. Береги тебя. Пока-то.